ТЕМА ДНЯ ТЕМА ДНЯ ТЕМА ДНЯ Здравствуйте, Александр. И по различным частям Ливана, в том числе по самым северным областям, к северо-востоку от Бейрута, в районе Байльбек и у сирийской границы там. Но, конечно, отличие заключается в том, что когда Израиль ударяет по целям в Ливане, израильский ВВС сейчас в рамках открытого конфликта с Хизбалой, естественно, пресс-служба ЦАЛа. Который не мы начали. Да, который важно подчеркнуть, начал не Израиль, а именно сама Хизбалла 8 октября. Мы начали обстрелы Израиля и нападение на нашуā KHIZBALA. Только давайте назвать вещи своими, а почему хизбалла. То есть государство Ливана напало на государство Израиль. Хизбалла – это составная часть Ливана. Хизбалла состоит в правительстве Ливана, хизбалла состоит в парламенте Ливана. То есть это абсолютно легитимная составная часть государства Ливана. Так что на Израиль напал Ливан, а не Хизбалла. Я, конечно, не согласен с вами, как говорится, при всем уважении к вам очень большом, потому что все-таки в конфликт с Израилем вступила именно Хизбалла, которая, да, является частью политического ландшафта Ливана, но играет в нем очень особую роль и точно не тождественно государству ливанскому, которое очень почти не существует. Давайте скажем, почему я не говорю, что Ливан воюет с Израилем, да, что было в последний раз в 67-м году. Война Ливана с Израилем продолжалась 24 часа. За эти 24 часа произошли пару перестрелок из границы, и израильский ВС уничтожили на земле ВВС Ливана. Сбили один, правда, хантер английский реактивный в воздухе. На этом Ливан, надо сказать, не дожидает своих товарищей по несчастью, сам объявил о перемирии и больше в войну не вмешивался. Все понятно. Но тогда Ливан был все-таки совсем другой. Тогда Ливан – это еще было вот то создание французского колониального ведомства, а именно специальное, отрезанное от сирийской колонии Франции, государство, во главе которого стоял президент-христианин, и где как бы был создан такой христианский заповедник с очень сложной системой власти, да, где президент-христианин, премьер-министр араб-суннит, председатель парламента араб-шуит, начальник генерального штаба, представитель друской общины и так далее, и такое прочее. Не знаю, какая должность была у евреев. Встретение интернационалов, да? Да, там еврейская община тоже была, от нее ни одного еврея там больше, как мы знаем, не осталось, но когда-то там были евреи, многие даже довольно богатые и солидные бизнесмены, и общественные деятели, журналисты. Да, но того Ливана уже давно нет. Ливан, как действующее государство, с функционирующими службами, полиция уже практически не существует. То есть Хизбалла, например, гораздо сильнее ливанской армии, полиции, всех сил безопасности вместе взятых, и они это ни разу не показывали. Несколько лет назад, я помню, осмелевший тогда премьер-министр Саид Карири пытался как-то навести порядок и убрать вот эти самые контрольно-попускные пункты Хизбаллы близ квартала Дахея и взять под контроль государство их систему связи, которую они построили отдельно. Систему, например, сотовой связи у них своя, да, со своими мачтами в движении Хизбалла. И тут же полицейские солдаты его получили по голове, ноги были взяты в плен. Но Хизбалла, надо сказать, по-доброму, почти никого не убили, кроме того, во время столкновения. Потом всех пленных доставили красиво в президентский дворец, отдали, в общем, да, и все поняли, что с ними связываться не надо. И именно поэтому все-таки, обратите внимание, что и сейчас, если говорить конкретно, и ливанская армия, которая, в принципе, существует, и даже последние годы в рамках попыток Запада помочь Ливану получила много, ну, сравнительно нового оружия, там, от американских хаммеров и до французских автоматических винтовок, она не вмешивается в войну Хизбаллы с Израилем никак. Против, если была война с Ливаном, то и ливанская армия должна была активно участвовать. Но совсем нет. Просто я не могу именно сказать, что есть война Ливана против Израиля, потому что Ливана как государство не существует. Там есть различные силы, просто самая сильная из них – Хизбалла. Это и дело, хотя, насколько я слышу, многие остальные силы, в первую очередь, друзы, ну, и христиане-марониты и суниты потихоньку, под шумок, используя различные средства и каналы, тоже вооружаются, поскольку так эта ситуация в Ливане продолжаться не может долго, и это будет, наверное, следующий виток гражданской войны, когда все вместе навалятся против Хизбаллы, пока они переругаются между собой, как это было уже в Афганистане. Но, тем не менее, с юридической точки зрения, с точки зрения, так сказать, международного права, все-таки Ливан напал на Израиль, а не Хизбалла. С точки зрения международного права, что нам важно, это вот не этот интересный такой семантический спор, а то, что с точки зрения международного права, Израиль имеет полное право ударять по как военным, так и мусорноструктурным объектам и по комбатантам, которые против него сражаются на территории Ливана, что Израиль и делает, и имеет полное право на это, и обратите внимание, что никто против этого не спорит. Да, тем более, с газой ситуация, например, более сложная, из непрекращенного статуса, несмотря на все сторонние Израиля, газы как части палестинских оккупированных территорий. Да, ведь в свое время Шарон надеялся этот статус прекратиться, может, ему там Буш это пообещал. Эта территория давно уже не оккупирована. Да, не оккупирована физически, с точки зрения ООН, международного права, она по-прежнему считается оккупированной территорией, палестинцы очень любят на это напоминать. Да, это им удобно, да, и поэтому, кстати, совсем другое отношение, даже с точки зрения, например, международного того же суда пресловутого, да, к территории Газы, в отличие от того, что происходит с Ливаном, потому что все, что касается ударов израильских ВВС, артиллерии, операции израильской армии, территории Ливана, понятно, что это чистый случай самообороны против агрессии, и поспорить с этим особенно некому. На самом деле, переходя к Сирии, и то, что делают израильские ВВС и другие рода наших войск на территории Сирии, тоже, по сути, является совершенно легитимной самозащитой против агрессии, потому что и мне в этом смысле не совсем понятно вот это вот скромное прикрытие лаврами ВВС Лихтенштейна, там уже, наверное, все наградили друг друга столько орденами, с Лихтенштейншими генералами просто не осталось места на кителях. Если у них, конечно, есть генералы... Как у корейцев, помните, у них там аж на брюках они вешались. Да, но у корейцев таки есть самолеты, вот Лихтенштейна точно нет. У них есть, по-моему, всего два вертолета, один спасательный, один для перевозки важных перцов. Да, ну давайте вернемся к этой операции, то есть, ну, посол, даже не посол, а министр иностранных дел Ирана заявил, что это была атака F-35 с голландских высот соккупированных, то есть они просто вот подзорную трубу рассмотрели, какие это были самолеты. Но в чем вот особенность этой операции вот с военной точки зрения? Ведь там очень тесная, так сказать, застройка, там рядом посольство Канады, которое, судя по всему, не пострадало совершенно, и мы еще ждем, сейчас будет вопли от канадских дипломатов о том, что их жизнь была подвержена опасности. Канадских дипломатов можно понять, они, конечно, есть для них простое решение, они могут уехать обратно к себе в Оттаву, где их жизнь опасна, чем быть как бы посредине войны. Я хочу закончить то, что я сказал. Мало того, что, естественно, Израиль и Сирия находятся в состоянии войны. Это очень важный момент. Да, особенно МИД Российской Федерации любит, но вы говорите, что Израиль нарушает суверенитет Сирии. Конечно, нет. Это все равно, что говорить, что Советский Союз нарушал суверенитет Германии, бомбе Берлин, например. В августе 41-го года произошел первый налет советских дальних морских командировщиков ДП-3. Да, это же глупо. Ясно, что это просто военные действия в рамках отражения агрессии. Точно так же и тут была агрессия Сирии, государство Сирии в 48-м году. Война эта не прекратилась. Мы находимся в состоянии войны. Были заключены соглашения о прекращении огня. И вот последние соглашения о прекращении огня были подписаны лет там 82-го года. То есть то, как Израиль окружил Бейрут и окружил там целую сирийскую дивизию вот этим соглашениям в рамках того, что тогда войска Арафата ушли в Тунис, эта дивизия позволена была выйти в Сирию. Но с тех пор, как мы знаем, после что произошло, это очень важно сейчас в формальной точке зрения, перед тем, как мы говорим об операции израильских ВВС, с тех пор началась гражданская война в Сирии. Там стали орудовать ИГИЛ, масса террористических организаций, город с Вованчем раньше, изламский джихад с Хамасом, кстати, тоже, и происходили многочисленные разных видов обстрелы еще до нынешней войны. Территория Израиля, в первую очередь голландских высот, со территории Сирии, что с точки зрения нас означает нарушение, естественно, всех соглашений о прекращении огня. Поэтому Израиль еще раз имеет полное право атаковать любые угрозы, которые уже есть на территории Сирии, и также действовать, чтобы предотвратить создающиеся угрозы, чем, собственно, занимается Иран, совершенно этого не скрывая, объявляя своей целью уничтожения Израиля и евреев. Поэтому скромничать тут, с моей точки зрения, нечего, и в Израиле это, по-моему, делают скорее по привычке. Теперь об этой операции. Да, мы уже видели, что Израиль проводит вот такого рода операции в Сирии как минимум с 2012 года. И первое соглашение по поводу свободы действий УС Израиля в Сирии Винамин Антония, наш премьер-министр, заключил с Путиным при одном из визитов еще в 2013 году. За два года до реального вступления российских вооруженных сил на стороне Башара Асада против разношерстных повстанцев, которые пытались свергнуть Асада в Сирию. И особенно мы видим, что Израиль после начала войны против Хамаса, естественно, не прекратил этого. А зная, кто за Хамасом стоит, среди прочего, это стоит Иран. Ну, собственно, и режим Асада, конечно, естественно, поддерживает вот эту вот так называемую ось сопротивления против Израиля. Поэтому Израиль стал гораздо чаще наносить эти удары. Мы видели, что Израиль показал, что он может, если захочет, практически прекратить все полеты в Сирию. Много недель вообще в Сирию, ничего не летало, кроме как на аэродром Хмимим, вот эту российскую базу у моря, которая находится недалеко от Тартуса. Потому что Израиль просто уничтожил взлетно-посадочные полосы обоих аэропортов. Он может делать это, на самом деле, каждую неделю. Сергей, а, кстати, извините, что я вас перебиваю, наверное, еще маленькая ремарка. Вот вы говорили про заключение соглашения между Путиным и Натаньягу. Буквально до недавнего времени действовала горячая линия между штабом ВКС России в Сирии и израильским штабом. Причем эта линия действовала постоянно. Любой взлет, вы меня поправите, если я ошибаюсь, любой взлет израильских ВВС в ту сторону, значит, обязательно координировался с россиянами. И то же самое, любой взлет российских ВВС базы Хаменаи, они обязательно звонили. Причем после инцидента с самолетом, сбитым в свое время сирийцами, они потребовали, чтобы обязательно был русскоязычный офицер. И там дежурил русскоязычный офицер израильский, который осуществлял эту связь. И вот буквально недавно, меньше полугода назад, если я не ошибаюсь, вот эта горячая линия была прекращена. Горячая линия, как я понимаю, до сих пор существует, но ей просто не пользуются. То есть прекратилась. То есть ее физически никто не перерезал, конечно, но координация прекратилась. Прекратилась, и она прекратилась после 7 октября, после нападения Хамаса на Израиль, после вступления к Избаллу в конфликт 8 октября на стороне Хамаса. И этим, в том числе, Израиль выразил свое недовольство тем, что Россия практически, ну если не в прямую, то хотя бы косвенно, во многом поддержала Хамас, встала на сторону Хамаса и врагов Израиля. Если хоть раньше до 7 октября, мы все-таки видели, что Россия все-таки пыталась какую-то вести сбалансированную политику при всей сложности этого процесса, тем не менее, все-таки это была другая ситуация. Сейчас Израиль совершенно верно эту координацию прекратил и больше не сообщает, что еще раз совершенно не мешает. Если говорить о нынешней операции, то очень важно разделить ее на две части. Первая часть, это часть так называемая оперативная, то есть это то, что Израиль четко знал, кто и когда будет вот в этом здании. Речь идет о, так называемом по-английски, это называется аннекс, то есть буквально пристройка при посольстве, офисное здание, на которое распространяется дипломатический иммунитет, в нем не сидит посол, но там находятся офисы, где работают, в том числе иранцы, вот и приглашенные, где также могут, как я понимаю, жить важные гости какие-то в этом же здании или пользоваться офисами для работы и проводят там встречи. И понятно, что Израиль был прекрасно осведомлен о том, что приехал вот этот самый генерал Мохаммед Реза Зары, чтобы провести какое-то большое совещание с представителями Кизбалы и также каких-то сирийских органов. И, естественно, подождали, когда он собрался, мы еще не знаем, кто другие, кто погибли, там были иранцы, и представители Кизбалы, как я понимаю, и был нанесен удар. Как я понимаю, речь идет, собственно, о человеке, который находится под прямым управлением главы корпуса стражи Исламской революции. Он командует, собственно, силами корпуса Аль-Кудса в Сирии и Ливане. Ну, то есть, это то, что делал покойный генерал Сулеймани, собственно, которого ликвидировали, как мы помним, американцы в январе 2020 года. И тут мне немножко удивительно, я возвращаюсь к удивлению иранцев, потому что именно последние буквально неделю удары по Сирии вообще и по Дамаску в частности просто стали происходить каждый день. Иногда по два раза в день. Причем иногда средь бела дня. То есть, иранцы, мне казалось, должны были понимать, что это очень рискованное место. Если уж господин Мухаммед Резазар хотел так важно не пользоваться, скажем, Zoom или Microsoft Teams или даже Skype, а именно лично поцеловать своих родных друзей из Хизбалы, мог бы, в крайнем случае, их вызвать. В Ливане как раз аэропорт есть из Берута. Не ожидали, что будет удар по посольству. То есть, вот это не ожидали. Совершенно верно. Да, да. Они думают, что не ожидали. В этом смысле, перед тем, как мы переходим к техническим деталям, это и, кстати, месседж прямой Хасану Насраль по неподтвержденным данным, да, правду знает только соответствующие разведслужбы, он живет в бункере вот прямо под иранским посольством, пользуясь, как бы, как он считает, непробиваемым дипломатическим иммунитетом этого здания. Ясно, что с точки зрения Израиля, Израиль находится в состоянии войны, даже если не объявленный против Ирана, и никаких особенных ограничений на себя не накладывает, очевидно. Вот из этого, это может такой вот, как бы, намек тонкий для Насралы, что он тоже, как бы, совершенно не защищен, и если надо, он может тоже превратиться вот в такую большую яму в десятки метров глубиной вместе с иранским послом. Вот. И это, может, надеяться, повлияет как-то на его принятие решений. Кстати, в этот раз сообщили, что никто из дипломатов не пострадал, и говорят, что Израиль специально подождался, пока посол покинет это здание, для того, чтобы... Да-да, он, в общем, не работает именно в этом здании, он работает в посольстве, которое вплотную до этого здания, и люди, которые видели фотографии, видят, что от него не осталось вообще ничего, при этом, что здание рядом в посольство практически не тронуто, кроме каких-то выбытых стекол, это ювелирная работа, как я понимаю, скорее всего, речь идет об управляемой бомбе компании «Рафаэль», очевидно, из линейки «Спайс». У них есть в том числе бомба, которая вот есть очень тяжелая, двухтонная, а есть бомбы поменьше. Аквивалент американской, то, что называется, small diameter bomb. Это бомба, которая именно сделана так, что она вместе с очень точным поражением несет с собой уменьшенный заряд, чтобы не слишком много делать внешних повреждений, кроме той цели, по которой она ударяет. В принципе, такого рода бомба может лететь в зависимости от скорости и высоты истребителя-бомбардировщика, который несет, если надо, и 60-70 километров. Я не знаю насчет голландских высот. Дело в том, что F-35 для сирийских радаров все равно особенно не виден, поэтому он вообще мог прилететь с моря и бросать ее с севера. А они стандартно занимают, что это с голландских высот. Это совершенно не факт. И именно, тем не менее, воспользоваться, очень важно подчеркнуть, именно этой бомбой, а не какой-нибудь стандартной крылатой ракетой одной из той линейки, которой пользуются израильские ВВС воздушного базирования, потому что бомба позволяет, в общем-то, поразить цель с гораздо большим эффектом. Обычно в этих бомбах, естественно, бомбы несут более мощный заряд тринитротротила. Скажем, мы знаем, есть двухтонная бомба, это стандартная бомба израильских ВВС. Существует бомбы и побольше. Есть бомбы, в теории, и 5-10-тонные, хотя в Израиле им не пользуются. Ясно, что заряд вот такой крылатой ракеты, например, такой, как пользуются украинцы сейчас, это Storm Shadow британская или французская Scalp. Речь идет, наверное, сколько там, 300 килограммов. Это не то, что мало. Попробуйте постоять рядом с местом, где взрываете килограмм взрывчатки. Людям кажется иногда, что это атомная бомба, хотя это всего килограмм или даже 500 грамм. Так что 300 килограмм, тем не менее, например, для того, чтобы разрушить здание, и мы видели это, когда вот бракета такая Storm Shadow поражала штаб Черноморского флота в Севастополе. Да, она пробила крышу и много людей там убило. До сих пор он полуразрушенный стоит, но завалить целый дом она не может. А вот бомба с весом от одной до двух тонн может и еще как. Более того, она имеет специальные данные, она может, например, в определенном варианте есть бомба, так называемый бункеробойная, которая умеет в последние секунды включать реактивные ускорители, разгоняется и пробивает перекрытие этого дома и взрывается уже не на крыше или не внутри, а, скажем, в подвале глубоко. Может пробить и 20 метров под землей, коллапсируя, скажем, подземное убежище. И мы видим, да, это очень точно, это технология, недаром эти бомбы ими пользуются, их купили около 20 стран мира и, что интересно, почти все из них, насколько я знаю, Израиль получает в рамках американской помощи из Америки, потому что почти все их делают на американском заводе POM-Raceon в Соединенных Штатах, потому что Израилю самому на свою шекелевую часть, так называемую, военную бюджету очень дорого их покупать. И сейчас, насколько я знаю, срочно в компании и Рафаэль начинают расширять производство этих бомб у себя дома, да, на тот случай, если будут какие-то проблемы с поставками из Америки, которых пока, надо сказать, нет. То есть, а это совместная разработка или чисто американская? Это чисто израильская разработка, в том-то и дело, но ее строят в Америке точно так же, это очень часто происходит, например, в свое время компания Israel Weapons Industries построила завод в Америке, чтобы делать там наши автоматические винтовки Тавор, которые мы потом получаем в рамках американской помощи, потому что, еще раз, в израильском оборонном бюджете почти нет денег, чтобы покупать новое оружие за шекели, израильское, да, и многие поэтому израильские виды вооружений производятся по лицензии из Америки. То же, кстати, самое происходит, например, и с перехватчиками, ракетами системы железный купол. 90% их делаются в Америке, хотя это израильская разработка, правда, их разрабатываются на американские деньги, важно подчеркнуть, но делают их в 90% Америки, опять же, за счет того, что компания Raytheon огромные мощности, и плюсы, это значит, что они поступают в Израиль в счет американской помощи, то есть не надо тратить деньги из наших налогоплительщиков. Да, ну а вот, кстати, Сергей, позвольте вопрос вот на эту тему. Сейчас очень много говорят о том, что Израиль очень сильно зависит от внешних поставок боеприпасов, и что вообще это не очень нормальная ситуация, что вроде бы даже сейчас идут разговоры о том, что нужно срочно наладить производство, по крайней мере, узкой линейки боеприпасов, таких самых расходных, если можно так выразиться, у нас. А что вы думаете об этом? Нет, я бы сказал, что это нормальная ситуация, что я говорю нормальная. Есть очень мало стран в мире, и обычно это сверхдержавы, которые почти, и тут я хочу снова слово почти, не зависят от внешних поставок для своих оборонных нужд. Странные, эти мы знаем, это Россия, бывшая СССР, это Америка, это Китай в последние годы, после того, как он создал свою важнейшую современную оборонную промышленность, зачастую копируя либо советские, либо американские разработки, скажем, основной транспортный вертолет, это просто копия американцева Black Hawk, а их основной транспортный самолет, копия Ил-76, более-менее, но только более модернизированной авиации, а вот все другие страны, возьмем, например, Великобритания, великая атомная держава, но ракеты на их подводных лодках, все американские, те же самые ракеты, например, Trident 2, или самолеты на их авианосцах, они самолеты F-35, знакомые нам, которые есть, потому что уже давно британская промышленность не смогла построить свои самолеты пятого поколения, точно так же покупают F-35 и такие страны, как Дания, сейчас Голландия, Норвегия, очевидно, Германия решила тоже закупить, Канада, крупные страны, да, та же самая Германия, там промышленность в 20 раз больше, сильнее, чем у Израиля и почти в 10 раз больше населения, тем не менее и они не могут всего производить самого, тем более такая маленькая страна, как Израиль, при всей нашей очень успешной оборонной промышленности, не может производить абсолютно все, да, и даже когда производят, например, танки и самолеты, немало частей и компонентов этих платформ, они поставляют наши союзники, да, скажем, в современном танке Меркова-4 стоит двигатель наш любимый Майбах МТУ от танка Леопард-2 самого современного, да, и, например, те же самые подводные лодки от Германии мы покупаем, это они немецкие, хотя почти все оружие там на них и системы электронные, они израильские, и т.д., и т.п., это нормально, с другой стороны, что действительно правильно, что именно из-за того, что всегда не хватает денег в штеки или в части бюджета, большинство которых всегда идет на содержание армии, на зарплату офицерам и прапорщикам и всем в первую очередь, ну и обычным солдатам тоже, как вы знаете, они получают во многих гораздо большую зарплату, чем то, что было 30 лет назад, я помню, они получали зарплату, которая хватала там на пару пачек сигарет, что называется, очень похожая на что-то типа советских трех рублей. Сергей, пенсии, это огромные расходы на всяких раненых и инвалидов войны, им тоже платят, как вы знаете, очень много МИСАД, Министерство обороны, например, положено каждому инвалиду армейскому пять раз в пять лет получать за счет государства машину с инвалидным управлением, хорошую, это не советская инвалидная коляска, да, это все стоит гигантских денег, но теперь, учитывая вот всю эту ситуацию, ну и в том числе, как и урок из войны в Украине, действительно принято решение и уже выделены десятки миллиардов шефелей на расширение производственных линий в Израиле, всех их крупных израильских компаний, то есть Israel Aerospace, Rafael, Elbit, Israel Weapons Industries, так же называется, ТАОС на иврите, и, например, фирма Elbit, сейчас, которая производила раньше несколько тысяч снарядов артиллерийских, в год, сейчас есть планы, что она будет производить, может быть, 300 тысяч снарядов в год, как для ЦААЛа, для нашей артиллерии, так, кстати, и на экспорт, и это, в общем, совпало с тем, что действительно, из-за того, что произошло войны в Украине, снарядный голод сейчас везде, не только войны в Украине и вообще всеобщей напряженности в мире, от Южной Кореи и до Европы и других мест, сейчас есть гигантский спрос на это, то есть Elbit, то это будет выгонно, это, кстати, частная компания, ну, помимо того, что у нее есть теперь большие заказы от Израильского Минобороны, то есть во многом эта ситуация будет исправляться, тем не менее, если мы говорим конкретно о том, от чего зависит, от каких стран зависит ЦААЛ, да, и Министерство обороны с точки зрения поставки оружия и амуниции, это только две страны, это Соединенные Штаты Америки и Германия, да, хотя бывают сделки иногда с другими странами, да, например, Израиль купил, скажем, в Италии легкие реактивные учебно-тренировочные самолеты, эрмачи, которыми успешно пользуются в нашей летной школе на базе Катерина, их купили уже, купили с большим запасом запчастей, двигателей, да, так что эта сделка уже закончена, они прекрасно летают, также, например, купили у той же Италии, например, артиллерийские орудия, бортовые для новых наших ракенных корветов, но их тоже уже купили и давно установили, прямо у нас в Хайфе их устанавливали на верфях ВМС, и теперь больше от итальянцев в этом смысле уже ничего не нужно, которые, кстати, заявили, да, что они прекратили поставки Израиля после 7 октября, что не очень хорошо и говорит, но на практике они больше ничего не поставляют, те же самые снаряды для этих морских пушек, они мы получаем в рамках американской военной помощи, такие же пушки стоят на американских кораблях, фирмы от Амилара, а, например, мы видим пока вот такие страны, как Канада или Англия, ну, Канада, мы видели, приняло решение правительства Трудо не поставлять оружие в Израиль, там никакого оружия они особенно не поставляли, я слышал цифры 30 миллионов в год, то есть это с точки зрения военного бюджета, это близко к статистической ошибке, и речь идет о каких-то там запчастях, каких-то редких экземплярах стрелкового оружия, то есть ничего такого, чего Израиль не может либо сделать сам, либо купить, естественно, в Америке, или, скажем, те самые, вот, например, в Британии было небольшое давление на эту тему, чтобы тоже объедить мораторий на поставок оружия Израиля, эта история никуда не пошла, почему? Потому что это подняло на дыбы всю оборонную индустрию Великобритании. Ну да, контракты не исключены? Да, почему? Потому что в обороте военных продукций и вооружений между Великобританией и Израилем 5% это поставки из Великобритании в Израиль, а 95% это поставки израильского вооружения и систем для оборонных компаний Великобритании и для ее вооруженных сил. Интересно. Да, поэтому это был бы удар по Великобритании. Сейчас мы даже не знаем, что там поставляют серьезно. В свое время, например, был большой контракт, который мы выиграли. Великобритания поставила нам вот такие легкие джипы ленд-дровер для командиров батальонов. То, что называется административные. Не с которыми ездят в бой, а в которым он ездит с учений домой к себе на шаббат, например. Они незащищенные. Но их уже давно поставили. То есть Израиль от Великобритании, надо сказать, с точки зрения военных поставок, не зависит никак. И все-таки США и Германия, если говорить серьезно, две такие страны, на которые Израиль может действительно положиться. и несмотря на все разговоры, на крики различных исламистов, леваков и сторонников Томаса, тем не менее, именно как те страны, которые реально поддерживают Израиль, Америка и Германия, действительно надежные поставщики вооружения и техники для Израиля. Я думаю, так и будет поставляться. Другое дело, что Израиль, как безусловно, в том числе и в связи с тем, что было науку, происходит на войне в Украине, понял, что нужно гораздо больше всего как вооружений, но главное, в первую очередь, амуниции боеприпасов, учитывая, сколько их расходуется в современной войне, сколько надо всяческих ракет и других боеприпасов, чтобы бороться с теми же беспилотниками, например. И для этого нужно делать их больше у себя дома. Что и будет делать, это займет еще несколько месяцев. Но это произойдет и уже начинает происходить прямо сейчас. Сергей, последний вопрос, если позволите. Я возвращаюсь к вот этой атаке на иранские объекты. А на ваш взгляд, чем и как может ответить Иран, если может, конечно? Пока в риторике у них не прозвучало. Они стандартно сказали, что в нужное время, в нужный час. Но, по-моему, за Сулейманией они так и не отомстили до сих пор. Да, да. Хотя Моссад там сыграл важную роль. Если вы помните то, что там любил говорить Трамп, про всю эту историю, его недовольство было тем, что Израиль в последний момент отказался брать на себя ответственность вместе с американцами. Ну, что, впрочем, никого не удивляет, поскольку, еще раз, как мы видим, политика Израиля, он и в принципе не берет в себя ответственность на все, что происходит в Сирии, в Ираке, в Йемене. мы все слышим только из так называемых иностранных источников. Мы, естественно, не знаем, как ответит Иран. Они в свое время угрожали многим, как я понимаю, например, были попытки Ирана на различные успешные удары Израиля. Ведь это не первый раз, когда погибают израильские, иранские высокопоставные советники и даже генералы. То, что помним это, как несколько лет назад, правда, Израиле утверждали, что это произошло случайно, Израиль нанес удар по колонне машин, где ехал сын Имада Мугни, по-моему, его звали Джихад, которого назначили главным как бы от Хизбаллы, чтобы воевать на фронте на голландских высотах из Сирии против Израиля. Вот он погиб, но такая незадача, с ним в джипе ехал иранский генерал, который инспектировал, и он погиб. И тогда даже Хизбалла в ответ обстрелял, по-моему, израильский патруль. Погибло у нас два солдата, я помню, которые ехали на незащищенной машине, везли в один из опорных пунктов, по-моему, какие-то продукты. Несмотря на тревогу и напряженность, но так бывает почти каждый раз, к сожалению. Да, разгильдяйство. Да, к сожалению. И вот, тем не менее, после попыток, которые они делали, в том числе в ответ на это, а ведь они еще, помните, обещали отомстить за главную жертву, а это глава военного крыла Хизбаллы, тот самый Мадмухни, отец Джихада, который был уничтожен Моссадом в Дамаске еще до начала гражданской войны, по-моему, в 2009 год. И вот, например, считается, что всякие попытки иранского КСИР совершать, и корпуса Аль-Кут совершать теракты против израильских дипломатов или туристов за границей, это был один из вариантов ответа. Они пытались, помню, взорвать бомбу рядом с посольством Таиландии, у них взорвалась они прямо на их конспиративной квартире нападали на консула в Индии, была повреждена его машина и легко ранена жена. Еще несколько было таких попыток неудачных, планировали машину взорвать в посольство Израиля в Баку, после чего азербайджанцы поймали этих иранцев и даже выслали посла иранского из Баку. И был случай в Бургасе, где погибло израильские четверо туристов и водитель автобуса болгарского. Это было именно боевое крыло Кизбалы, которое делало работу за Иран. Тем не менее, в Иране в определенный момент поняли, если вы помните, они пытались договориться о новой сделке ядерной, наладить отношения с Европой, чтобы те сняли санкции и разрешились стали поставлять им снова гражданские самолеты и технику и все такое. И было, как я понимаю, принято решение. Мы давно не слышали о таких попытках почти, потому что было принято решение перестать это делать из-за того, что это слишком вредно с точки зрения политической могло бы нарушить. И поэтому, главное, сейчас в условиях, я думаю, военных Кизбалы, то есть я не исключаю, что они могут попытаться сгоряча что-то такое сделать, но Израиль к этому готов. Второе, что они будут пытаться делать, естественно, это с помощью Кизбалы, как бы на устье их продолжая, чтобы они пытались, обстреливали снова. В этом ничего особо нового нет, да? Кирият Шмонну, Шломи, Хайфу, израильские опорные и пункты. Они это делают и так. Они это делают и так. В этом проблема. Да, никто не заметит разницы. Третье, что они могут попытаться делать, и опять же уже делают, это будут на устье вот эти вот проиранские милиции в Ираке и на востоке Сирии, которые, мы говорим проиранские милиции, на самом деле, это во многих случаях уже такие военные организации, не хуже Кизбалы. Я видел их парады, там едут здоровенные тягачи с ракетами, баллистическими и крылатыми, танки у них есть, транспортеры. То есть все по-взрослому, да? Я по-взрослому. Мы идем, речь идет о Катайбке с Бала, фронт народного сопротивления, Фатима Юн, в котором-то не только иракцы, но всякий шиитский сброд со всех стран, там с Пакистана, Афганистана, откуда угодно. И, то есть в этом тоже ничего нового нет, они и так пытаются это сделать все время, без слишком больших, слава богу, успехов. То есть скажем так, они не делают не потому, что не хотят, а потому, что им не позволяют. Да, потому что им не позволяют, а да, единственное, вот главный, тоже, кстати, их пуситы, естественно, с их подачи, как мы знаем, пытаются обстреливать юг Израиля, то есть единственное, что они могут произвести эскалацию серьезную, это попытаться уже послать свою армию или попытаться обстрелять своими ракетами дальними, баллистическими с территории Ирана, ну, правда, это прямо на грани их дальности, но попытаться они могут, но насколько как бы это, они готовы это делать, непонятно, потому что им понятно, что мгновенно Израиль обедет по их территории, да, у них в отличие от Израиля нету системы ФЕЦ, и нету железного купола, и нету прощи Давида, поэтому их цели будут как раз беззащитны, поэтому посмотрим, что они будут делать, я как бы ожидаю, что это больше из того, что уже было, несмотря на их, просто они так расстроены. Не будет, хотя еще раз нельзя исключать, что они попытаются именно в ответ за того, что это было здание, принадлежащее посольству Ирана, и тут должны наши спецслужбы быть готовы, что они попытаются повторить все-таки то, что было в 90-х годах, то есть попытаться совершить какую-то большую атаку против какого-нибудь израильского посольства или консульства за границей, какой-то из стран, где нету хорошего уровня безопасности, они ведь не зря выбрали тогда именно Аргентину, до этого, да, такого сделать как раз об этом. Сергей, спасибо большое, я напоминаю, с нами был эксперт в области безопасности Сергей Мигдаль, автор и админ телеграм-канала The Peacemaker. Подписывайтесь, очень интересный телеграм-канал, очень советую. Всего доброго, Сергей, спасибо большое, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok